Когда мы работали по обследованию этого самого фонда, выяснилось, что какие-то книги сохранились только в нашей библиотеке. Под дречайшие дореволюционные книги в фондахранилище публичной библиотеки выделен целый этаж. Некоторым уникальным экземплярам больше пяти веков попасть в эту святую святых можно лишь раз в году в Библионочь. Даже многие сотрудники здесь еще не бывали. Сотрудники второй части здания не имеют доступа в хранилище. Это называется сохранность фонда. Если кому-то нужно по работе, выписывают специальные отношения, разрешение для работы в хранилище и допускают. А ключик этот нам дают только на Библионочь. Крупнейшей библиотеке области уже некуда расти, рассказывает главный библиограф отдела краеведения Лариса Поповян. В 40-е годы книжный фонд насчитывал 800 тысяч экземпляров, но 250 тысяч из них сгорели от попадания бомбы в годы войны. Сегодня здесь 5,5 миллионов книг, газет, журналов, 14 этажей. Это история, это как бы такие года. Хочется потрогать то, что каждый день жизни не встречаешь. Это интересно. Итак, мы с вами сегодня сделаем больше. Мы будем химиками, детективами. На каждом сантиметре этой ночью свои развлечения для любого возраста. Интерактивные площадки, квесты, интеллектуальные игры, творческие мастерские. Ну и, конечно, литературные встречи и презентации новых книг донских писателей. Опыт предыдущих лет показывает, что у нас бывает от трех до пяти тысяч человек. И ясно, что за ночь эти потоки ослабевают, усиливаются. Но я думаю, погуляв хотя бы полчаса по нашим залам, вы увидите, что по большому счету это семейный праздник. И сюда в первую очередь приходят родители с детьми. Магия книги вызвала ажиотаж. Залы не пустели вплоть до полуночи, когда и закончилась библионочь.